Я с детства выучил несколько прописных истин. Вот, например, против сильного ветра идти очень неудобно, а уж плевать против ветра и всё такое я бы вам совсем не рекомендовал. Однако есть одно древнее транспортное средство, которому на законы природы наплевать. Вы страдаете морской болезнью? Нет. Тогда сейчас вы увидите о том, как парусный корабль с удовольствием плывёт против ветра и как ему это удаётся. А я вас тут подожду. Внимательный наблюдатель не мог не заметить, что независимо от того, куда дует ветер, яхта всегда движется туда, куда нужно капитану. Даже когда ветер дует навстречу. В чём же секрет такого удивительного сочетания упрямства и послушания? Парусная лодка появилась за тысячи лет до самолёта. Однако принцип работы крыла и паруса один. В его основе подъёмная сила. Только если подъёмная сила крыла, используя встречный ветер, толкает самолёт вверх, то вертикально расположенный парус направляет яхту вперёд. Посмотрите, как парус преобразует энергию встречного ветра. Благодаря форме паруса с внутренней наветренной стороны скорость ветра меньше, чем с подветренной. На внешней стороне образуется разрежение. Парус буквально всасывается воздухом и толкает судно вперёд. Фокус здесь в том, что парус, как бы ни был он расположен, передаёт кораблю энергию ветра. И даже если зрителю кажется, что парус должен тормозить яхту, центр приложения сил находится ближе к носу корабля. И сила ветра обеспечивает поступательное движение. Остальное в руках яхтсмена. На самом деле яхта не может двигаться против ветра. Она двигается под определённым углом к нему, галстами. Происходит за счёт того, что парус работает точно так же, как крыло самолёта. На нём создаётся подъёмная сила, которая в случае яхты толкает её вперёд. Кроме подъёмной силы возникает ещё и крен. Вредное для движения вперёд и опасное для экипажа явление. Но для того на яхте и существует экипаж. Чтобы служить живым противовесом, неумолимым физическим законам. Посмотрим, как это работает на примере спортивной яхты. Самый простой вариант. Ветер дует по ходу движения. Всё хорошо. И понятно, почему яхта плывёт вперёд. Такая форма паруса, косая, называется арабской. Она более эффективна при боковом и встречном ветре. Но проигрывает прямым парусам при попутном. Тогда к основному парусу-гроту добавился бы ещё один – стаксель. Они вместе позволяют лёгкому судну развивать скорость до 30 км в час. Вариант посложнее. Ветер дует в бор. Команда разворачивает парус. Вот эта важная деталь рангоута, то есть жёсткого оснащения яхты, называется гиг. А все верёвочные снасти называются такелажем и служат для управления этим самым рангоутом. Тем временем корабль продолжает двигаться вперёд. Искусство яхтсмена в том, чтобы вовремя и под нужным углом повернуть парус и дать ему возможность получить от ветра как можно больше энергии. Теперь ветер дует под углом 20 градусов против движения. Моряки называют вход против ветра «бэйдэ винт». Команда разворачивает парус так, чтобы поймать ветер. И чудо! Яхта снова плывёт вперёд. Впрочем, секрет этого чуда мы уже разгадали. Почти. Ведь у нас есть ещё один парус. Невидимый. Он находится под днищем. Это киль. Или по-морскому «шверк». Подъёмная сила «шверта» противостоит крену и противоположной силе, действующей на парус. Кренящая сила уменьшается. Поэтому сила тяги, толкающая яхту, растёт. Вот она, физика романтики. Но и она бессильна, когда ветра нет в принципе. Хотя, почему бессильна? Капитан яхты включает дизель и временно становится капитаном небольшого теплохода. Господи, господи. Шесть лет учился физике и только сейчас понял, что физика – это наука об обмане зрения. Действительно, смотрите. Яхты против ветра плывут. Тяжеленные самолёты и вертолёты летают. А двухколёсные мотоциклы и велосипеды не падают. Ну или почти не падают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok